Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных народных новостях. Любительница начосов во время фестиваля в Гродно начала агитировать белорусов за русский мир. К этому можно по-разному относиться. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. На самом деле удивительно видеть, когда в Беларуси люди выходят на митинги, марши или другого рода мероприятия с чужим флагом. Это борьба за умы людей. В Комсомольске-на-Амуре неизвестный поджог здания Росгвардии. Мы с вами уже рассказывали о том, что в Российской Федерации очень часто в последнее время, после начала войны, горят военкоматы. Теперь здания Росгвардии горят. Так недалеко и до Кремля. Кадырова попросили пересчитать свое поголовье. Как заявляют в видео с... Так как заявляют на видео, что уже не хватает там бойцов после вчерашнего боя. Он со своими посипаками брехал про то, что меня безпосередньо нема. Десь я там за сотни километров... Дон-дон. Закончу брехати. В общем-то, тикток войска Кадырова несут серьезные потери. Целое видео я оставлю в телеграме. Ссылка в описании. Грузинские добровольцы прибыли в Украину уничтожать оккупантов. Все больше и больше людей со всего мира приезжают в Украину поддерживать эту страну, поддерживать этот народ. Белорусский полк калиновцев. Грузинские добровольцы. Британские бойцы и многие другие. Все люди, весь мир осознает, что русский оккупант на сегодняшний день это начало фашизма. Российские фашисты, оккупанты и недовласть Российской Федерации рассказывают о том, что с ними Бог. Они рассказывают о том, что они единственные, честные, справедливые и добрые люди. А в это самое время эти оккупанты сожгли самую большую деревянную церковь в Украине. Они попытались там что-то придумать, как-то отчитаться, как-то оправдаться. Но, как вы понимаете, все это ни к чему. Мы и без этого прекрасно знаем, кто они есть на самом деле. Весь мир об этом знает. И тут не все просто так. Владимир Зеленский конкретно прокомментировал, зачем Путину нужно было обстреливать эту церковь. Оккупанты точно знают, какой объект обстреливают. Они знают, что на территории Святогорской Лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирян. В том числе и 60 детей. Президент добавил, что 31 мая ВР обратилась в ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства в этой организации. И Путин просто решил отомстить. Таким образом. Евросоюз начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций. Я надеюсь, что эти антироссийские санкции коснутся и Лукашенко. Тинепалый диктатор до сих пор рассказывает о том, что дети в Америке голодные сидят. Ну, послушать диктатора, так Беларусь единственная страна, где люди в принципе живут. Хотя по факту цены в Беларуси на сегодняшний день я уже сравнивал намного выше, чем в Европе. Отдельный ролик обязательно выйдет на канале. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал, на наш Телеграм-канал. И поддерживать ролик несколькими комментариями. Так как это помогает ролику двигаться в тренды белорусского Ютуба. Спасибо. Девятый раз Телеграм заблокировал Телеграм-канал Губопик. Губошлепика. Знаете, что-то очень похоже на то, что происходит в Чернобаевке. Окупантов пи***ят. Они возвращаются и их снова там пи***ят. Так и Губопик. Его удалили, он снова пришел, его снова удалили. Так девять раз. Но и это не все. Сливы. Лукашенковские сливы тоже были удалены. У них так жопу подорвало, что они там на всех пропагандистских ресурсах рассказывают, как важен этот был канал. Честно вам говорю, даже не подписан. Ну а вчера был легендарный день для режима Синепалова-диктатора. Если вы думали, что спищ его позавчерашний был просто так, естественно нет. И диктатор просто так даже срать не ходит. Согласно решению Совета Евросоюза, контракты, заключенные до введения экономических санкций 2.03, могут быть выполнены или расторгнуты не позднее 4 июня 2022 года. То есть если говорить простым языком, то по факту можно сказать одно, что все контракты Синепалова-диктатора со вчерашнего дня – все. И все те, кто будет с ним сотрудничать, будут попадать под вторичные санкции. Андрей Паук дозвонился до Озаренка и спровоцировал у того нервный срыв. Григорий Юрьевич, только ты великий. Ты великий пропагандист. Ты не счешь правду. Нет, я служу великому президенту, а вы там все мелкие. Кстати, считал вчера, президент говорил, что подумает насчет Экспресса вас назад. На самом деле, не уменьшая роль самого Андрея Паука, я вам скажу, что Озаренок, в общем-то, постоянно живет на нервном срыве. Он, в принципе, и есть один большой срыв. Нервный срыв. Пусть думают психиатры над тем, что говорит твой президент. Он же всякое говорит. Он же обещал, что не нападет на Украину. Сколько он раз обещал? Он не нападал на Украину. А кто напал? Никто не нападал на Украину. На Украине проходит деноцификация и демилитаризация. А потом она будет и над вами со всеми. Так а в чем заключается деноцификация? В том, что таких, как ты, надо отправлять к Бандере и к Ушелю. В Ивацевичах, в Беларуси, продают молодую картошку. И как вы думаете, откуда с оккупированных территорий Украины? И тут у меня огромный вопрос. Это краденая картошка, которую вывезли незаконно с территории Украины? Или они пытаются наладить торговлю таким образом? Если Лукашенко заявляет, что он не участвует в этой войне, то и товары продавать на территории Республики Беларусь не имеет никакого права. Особенно краденые. И особенно с оккупированных территорий. Путин, который продает украденное в Украине зерно и блокирует его в портах, заявил, что следует снять с Беларуси санкции, чтобы через ее территорию вывозить зерно Украины на экспорт. И после этого заявления стало понятно, откуда на самом деле ноги растут. Синепалый диктатор Гаутляйтер, он ничего не решает. Он никто. И звать его никак. Так, Путин дает звоночек, и лоббисты пытаются пролоббировать те или иные интересы. Как вы понимаете, снимая санкции с Лукашенко, по факту снимаются санкции с Путина. Так как Путин полностью на данный момент владеет нашей землей, моей Беларусью. Как нужно действовать с диктаторами? Павел Павлович Латушка прокомментировал и объяснил, как нужно действовать против диктатуры. Зерно в обмен на отмену санкций. Именно этого хочет добиться Лукашенко, заявив о том, что он готов предоставить возможность транзита Беларуси для поставок украинского зерна в Литву или в Польшу, в морские порты. У нас есть предложение. Необходимо очень четко заявить Александру Лукашенко, что в том случае, если он не обеспечит транзит украинского зерна через территорию Беларуси, в отношении его режима будет введен самый масштабный, самый мощный пакет санкций. Принуждение к обеспечению транзита, а не отмена санкций. Украина, как страна, временно лишенная доступа к морю, имеет полное право, в соответствии с международным правом, требовать обеспечить транзит зерна к морю. Мы знаем с вами об условиях, которые должен выполнить режим Лукашенко. Освобождение всех политических заключенных, прекращение репрессий, наказание виновных и проведение новых демократических выборов. Что-то там по поводу зерна нет ни одного слова. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в топ. Помните про политических заключенных и родных и близких политических заключенных, это крайне важно. Вы были на канале Реальная Беларусь, и это были свежие, реальные и актуальные народные новости от канала Реальная Беларусь, специально для вас. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока, друзья! Продолжение следует...